Военный конфликт на территории Украины обострил не только политические взаимоотношения с восточным соседом, но также и культурные. То ли уже отмененный полностью, то ли еще не окончательно отмененный концерт Филиппа Киркорова затронул очень насущный вопрос. Кто именно отвечает за то, чтобы разрешать или запрещать тому или иному артисту выступать в Эстонии? Высказывались предположения, что это могут делать местные самоуправления. Но у муниципалитетов, и в частности у Таллина, противоположное мнение на данный счет. В проведении концертов сейчас царит неразбериха. Организаторы, продавцы билетов, владельцы площадок сейчас не могут прийти к общему мнению, каким артистам можно выступать и каким нет. Именно поэтому мы обратились к правительству, чтобы оно смогло дать более точный ответ и объяснить с правовой точки зрения, какие концерты могут проводиться, а выступления каких артистов нежелательны. Это обязанность правительства. С таким предложением столичная мэрия обратилась к правительству в минувшую пятницу. На данный момент ответа от кабинета министров не последовало, хотя, по словам Карла Оя, это нужно сделать как можно быстрее во избежание сумятицы и недопонимания. Понятное дело, что из-за военного конфликта у многих сейчас нервы наколены до предела, и можно в пылу негодования сделать неверные шаги, исправлять которые потом придется не один год. В данной ситуации, как считает директор русского театра, лучше не сваливать столь сложное щепетильное решение на город, а куда разумнее всего взять паузу для того, чтобы остудить эмоции. Сегодня решения принимают все. Принимают некоторые площадки, которые отказывают и разрывают уже подписанные ранее договоры, несмотря на то, что правительство сказало о том, что частные компании могут приглашать тех или иных исполнителей. То есть на самом деле сегодня нет алгоритма, кто и как должен поступать в этой ситуации. Поэтому сваливать на какую-то одну инстанцию в государстве – это сложно. Мне кажется, надо собирать круглый стол, надо обсуждать и действительно выработать позицию, которая была бы общей для всех. Взять паузу сейчас многим кажется наиболее рациональным решением в данной ситуации. По крайней мере, это позволит не пройти точку невозврата, после которой культурные взаимоотношения будут потеряны, если не навсегда, то на очень долгое время. И будем помнить, что и в самой России есть немало деятелей культуры, которые резко судили войну и призывают к миру и остановке военных действий. Сергей Овченков, Март Эйнлу, Новости Таллина.